Бой начинается! Бой начинается! Ну что, как видите, в общем-то, это нижний респ на Прохоровке, и попадает наш игрок, конечно же, в общем-то, вверх списка, но это непонятно, именно тогда, когда попадаешь вот сюда, тут происходят самые интересные моменты. Так, ну что, занятие, в общем-то, верхотуры, оно вполне оправдано, потому что здесь у нас, как всегда, в общем-то, достаточно крепкая башенка, есть, в общем-то, склонение орудия, и поэтому поиграть от башни достаточно приятно. Да, видно, что скорость у этого танка, конечно, оставляет желать лучшего, вот, ну что, посмотрим, как с точностью. Точностью, в общем-то, пока что тоже не очень. Так, ну что, выстрел, и, в общем-то, не достигает результата, и уже 2-1 в пользу противника, а ведь прошло в каких-то там фигли-мигли вообще совсем немножечко. Так, ну что, полезут ли противники на горочку? Тут, конечно, понятно, что игроку, в общем-то, никаких больше вариантов только играть от башни, только что-то пытаться своей вон той вон каской, которая висит у него на башне, отброшать снаряды противника. Да, кстати, а что там у нас, в общем-то, по пробитию? А пробитие у нас 128, повреждение всего 115, а вот на голде у нас уже 177, гораздо приятнее. И, как вы видите, наш игрок достаточно много голдишки возит. Кстати, говорят, что голдишка-то у нас скоро будет, в общем-то, уже и не голдишка, а просто, скажем так, подороже. Я надеюсь, что, ну, я имею в виду снаряды, которые, в общем-то, будут продаваться исключительно за серебро, и стоят они будут как чугунный мост. Я думаю, что это не совсем верно. Нужно, в общем-то, делать так, чтобы было более-более, скажем, условий. Условия, в общем-то, игры игроков должны быть соблюдены где-то вот 50-50. И посмотрите, вот сейчас раз выстрел, соточка. Это даже не 115, еще 113. То есть не выбивает даже он номинала. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Печально, печально. Ну что, соточка опять? Да вы что? Да ты, да ты же мой золотой. Да вы посмотрите. Так, ну что, 34-ка, в общем-то, ей по барабану. Она так стоит. Она, кстати, сейчас стоит на гусле. Еще выстрел и в ангар. Один первый фраг есть. А команда противника все равно еще продолжает вести в счете, несмотря ни на что. И посмотрите, не только в счете, но и по количеству хп они тоже превозмогают союзную команду. Так. Ага, видно, еще один тусуется. ВКшник. И вот сейчас был промах. Да, слушайте, ну что, Нись? Да ты это ж посмотри! Ну, 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 не ну-ка их, не запрягал. Задоив дыхание, я просто смотрю на этот бой, на самом деле, вроде бы как понятно, что все будет хорошо. Опачки, какие, знаете ли, попочки. Ну, а вот что сделал сейчас ВК-3001, я не понял, зачем он развернул башню? Он что, хотел ромбануть, что ли, каким-то образом? Но это, видимо, не про голду, не про голду, да, 177 пробития, это что-то дорешает. Так, видно, что тигр идет у нас, в общем-то, по воде. Водяной эдакий. И наш игрок решает, что пора тигру уже знать свое место. Так. Ай-яй-яй, аккуратнее, дружище. Пока не светится, но сейчас ведь наверняка выстрел и засвет. Пока что нет, значит тигр достаточно слепой, но нет, вот уже сводится выстрел и промах. На гусле стоит тигр, его надо сливать, и он был слит. Два фрага есть. Хорошо, это хорошо. Плохо только что 10-6 в пользу команды противников. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не так много, в общем-то, по хп настрелял наш игрок, и, в общем-то, всего два фрага. Ну, понятно, если я выбрал этот реплейчик, значит здесь что-то будет такое, что-то с чем. Так, 67-й, ага, проходит вкшник, выстрел получает. Выстрел. Ну, эй-эй-эй-эй, да, промахнул. Ну, 67-й. Ой, как он встал на гуслю, какой молодец. Так, вот, я бы не знаю, я бы его попробовал сдавить, но да ладно. Ведь я играю, поэтому не могу ничего советовать. Бум, упал вкшник. Так, и сейчас пока что... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, как левша, левша решает иногда. Нормально так засадил на 130 по нашему игроку. И так, апачки, а наша арта тоже отыгралась. Вкшник стоит, скорее всего, там, где и упал. Да, так оно и есть. И его уже, в общем-то, нет. Так, а вот сейчас арта может отстреляться. Где-то лучик солнца в тёмном царстве затусовался. Ну, пока что в засвете был только луч и ПТХ противника. А у нас ещё есть одна союзная арта. Кстати, грильчик-то, он достаточно неплох. Опа! Вот и луч солнца в тёмном царстве, который... Наш игрок, которого засветил. А вот я так понимаю, что он пока что ещё не засветился. Кстати говоря, посмотрите на... На лучик-то у нас играет... Сталин из Саратова. Ммм, интересно. Ну что, земляк? Пусть земля тебе будет пухом, видимо. Цель захвачена. Упс! И ещё не пробил, а вот наш игрок пробил. Пять фрагов, пять фрагов. И, опа! Кто-то выхлоп бы сделал. Ой, ещё одна арта отстрелялась. И ещё одна! Да ты посмотри какой! Ну, это левша. Левша роняет там свои какахи. Наш игрок непонятно. То ли он ещё был в засвете. Ну, потому что уж больно точно они как-то отстреливались. Да, и вот там где-то впереди ПТ-эха. Да, скорость, конечно, не ахтишься. Номинал-то показывает там даже тридцаточку, тридцаточку не набирает. А ведь это... Это ведь средний... Опачки! Какие, знаете ли, попачки. Выстрел. Победа. И ещё один. Воин! Шесть фрагов. Шесть фрагов. И тут явно, явно ведь намеревается быть колобанов. Да? У врага ещё раз, два, три, четыре, пять. Ну и шестой был только что слит. Так что, да, это однозначно колобашка. И это однозначно где-то, если будет победа, то это должно быть либо... Либо захват. Либо он должен всех слить. Одно из двух. Ну, если будет, конечно, победа. Ну, давайте не буду спойлерить. Но победа будет. Опа! Засвет. Нормуль, нормуль. Чё, неужели кто-то пробежался до горы? Опа! Стрелок стреляет. Да, тут, конечно, не поелозишь. Тут не поелозишь. Как я тут давеча видел один этот мем. Показан знак «Скользкая дорога». И нарисован танк, который также виляет гуслями. Там, ну, оставляющим следом написано «Елка удирает от арты». Ну, здесь у нас далеко не елка. Здесь у нас «Тандерболт-7». И «Тандерболт» решает проверить, что же у нас там на горе. Видишь, там на горе... Что-нибудь там есть на горе, нет? Блин, аж хочется вытянуть шею, посмотреть. Ну, что-то там есть или там никого нет? Пока что никого тут нет. 1586 по хп наш игрок заработал. Ну, и понятно, здесь, в общем-то, четвертый, пятый левел. У шестых-то, в общем-то, был-то и не так уж и много. Поэтому откуда взять тут особую искрометному хпшнику? Опа! Здорово! Левша! Слушайте, как левша? Это что, левша так светит? Воу-воу-воу! Нифига себе, световод. Пять минут, кстати, до конца боя. И это напряженный момент. Блин, ну приятно смотреть, когда людям вот так вот припирает просто. Заходит по... Ну, не знаю просто как даже, но заходит. Ведь заходит, а! Ну, давай по-изи. Левша светится, как новогодняя елка. Ух, как он промахнулся! Ну, это он, конечно же, зря. Ба-бац! И он в ангаре. Блин, всего две голды. Ну, два голдовых снаряда остается у нашего игрока. Посмотрите, как промахивается арта противника. А это не зря, конечно, зря. А ведь, на самом деле, 620 хп у нашего игрока. И это, знаете ли, это приятно. Это может, может, может сыграть решающий... Тем более, что как бы в лоб-то он бьется не особо так, чтобы конкретно. Так, ну что, тут надо, конечно, доминировать. Жёсткий БДСМ-чик нужно произвести с врагом. Да? Блин, кто-то светит. Кто-то стоит глазастик какой-то... Опачки! Я думаю, что это, наверное, всё-таки ПТ-ха. ПТ-ха противника, у которой, наверное, вкачано всякое разное. Стоят, может быть, какие-нибудь рогульки. И она где-то тут вот на... Олейке подсвечивает. Да? Нет! Не стоит она здесь. Ей не подсвечивает. Кто ж тогда светил-то, господи? Значит, тогда одно из двух. Либо это супер-глазастая арта. Что вряд ли. Либо это Матильда. Три минуты остаётся до конца мать. Опа! Вот и одна арта. А вот и выстрел по ней. А вот и второй. А вот ещё одна арта. И как она промахнулась замечательно. И до свидания. И это, кстати, по скуче. А Матильда-то АФК. Блин, как приятно, на самом деле, расстреливать вот таких вот молчаливых друзей. Пул. Пул! Пул! Десять фрагов просто! Это что-то сейчас... Это избиение младенцев! Такого даже сыны Израилевые не видели с начала новой эры. Ха-ха-ха-ха-ха! Ну что, захват? Ну да, видимо, всё-таки будет захват, но пул-то есть. ну блин ну классно все равно ну хорошо ну красиво блин ну вот ну вот ну что можно сказать ну просто порадоваться за человека как ему подвезло как хорошо было сыграно какие молодцы ему достались противники и какая замечательная команда у него была так ну что захват база идет остается минуты явно что он успевает если конечно не произойдет какое-то непредвиденное вдруг откуда ни возьмись не вырвется страшная безумная петеха французская палит палит жалом по сторонам наш игрок 47 45 секунд 4 4 4 4 4 полминуты почти доходит до конца боя потому что захват база будет опачки какие знаете ли попки здорово чувак чё чё да как ты откуда дружище два выстрела блин два попадания но он не слился он все равно едет чё ты хочешь а он хочет и базу захватить и короче и потеху слить опасно опасный игрок ну явно что он не не глазастик я правда не понимаю что делает их потеха 3 2 1 захват базы просто что-то чем-то 2 863 хп не так много но зато медаль пула медаль колобашкина 13 0 38 повин 8 и в общем-то и пас кучи и еще и захватчик ну это что-то с чем чуваку просто не сказано ему манна небесная свалилась прямо по черепу и в общем-то возвело возвеличила его thunderbolt неизвестно на какие высоты в общем всем кто смотрел видос если он вам понравился обязательно ставьте лайкос оставлять и в общем-то коментосы по поводу того как вы играли в общем-то на этом танке если вообще на нем играли ли хотели поиграть я ближе конечно сыграл несколько боев посмотреть чтобы сам лично пощупать под за мягкое подбрюшки его но нет такой возможности к сожалению поэтому всем кто смотрел обязательно лайк обязательно если вы не подписались на канал то обязательно пишетесь да кроме того еще там можете шахнуть колокольчик Я обязательно буду вас радовать новыми видосами по тем танкам, которые у нас есть в игре, или которые у нас, ну, может быть, будут, если у меня такая тоже возможность призвать. Ну, короче, подписывайтесь на мои группы ВКонтакте, в Одноклассниках, в Фейсбуке, где хотите, я везде есть. Поэтому, да, там оно, в этом обозначении, под видео есть там. Вот, ну, в общем, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока и до зустрича! Субтитры сделал DimaTorzok